В далеком, да даже не в далеком, а в 2015 году, но все равно это уже прошло почти 5 лет, и я 8 марта сказал своей жене, что мы отмечать этот праздник не будем вместе, потому что я поеду на международный базовый семинар компании. Огромная благодарность моей супруге Людмиле, которая всегда меня во всем поддерживала, говорит, езжай, если ты считаешь, что если надо, значит езжай. И с чистым сердцем, с чистой душой меня отпустила на этот семинар. Я уехал. Что я увидел на этом мероприятии? Я, конечно, увидел потрясающую организацию. После этого я увидел, конечно, людей. В моем окружении таких людей никогда не было. Я увидел президента, я увидел его людей, которые ему помогали, я увидел топ-лидеров, и я понял, что я с ними хочу быть вместе. У меня не было никогда таких людей рядом, но я не понимал, как это сделать, чтобы быть вместе с ними. Потому что они меня заряжали, они показывали своим примером, как жить на полную катушку. В их глазах я видел уверенность. Я видел, что они знают, что они делают. Они строили самую мощную, я видел в этой глазах, самую лучшую компанию. Они строили тот корабль, тот ковчег, где многим людям будет классно, где многим людям будет хорошо, где многие люди себя найдут. Но еще я видел в них, что они говорили, что, мол, давайте, приходите к нам и будем вместе это делать. Вместе. Что одни мы такой большой ковчег не построим. Даже если и построим, его еще надо уметь вести, направлять, удерживать. Я видел, что они хотят, чтобы к ним приходили люди, которые помогут им это сделать. Я прямо захотел. Слушал еще и вникал в продукты компании. А так как я сам с предпринимательским опытом, я понимал, что это просто гениально. Это что-то гениальное. Наш кооператив, возможности, которые он дает, наш счет Виста. А если это еще вместе связывать, это просто было для меня такое открытие. То есть я, во-первых, первое, я увидел людей с богатым опытом, с большой кладезью знаний, которые у меня не было и не было у моего окружения. И я увидел возможности, я увидел идею. И я понял, что вот именно с этими людьми, вот с этими идеями, с этими продуктами можно добиться колоссального успеха. И когда уже прошли вот эти два дня, и начался голоужин, уже такая более неофициальная стала обстановка, меня прямо распирало пожать тому человеку, кто это все придумал, который вот взялся за это дело и принести нам в мир вот этот бизнес. Я ему просто захотел пожать руку. И тогда я, помню, встал из-за стола, за своего, двинулся к столу нашего уважаемого президента Романа Викторовича Василенко и понял, что пожать ему руку будет непросто. Почему? В нашей компании есть президентская команда. И все знают, что в президентской команде есть такой человек Радик Ахмединов. Он тогда сидел рядом с Романом и немножко смотрел за тем, чтобы у Романа Викторовича, ну, по безопасности было все хорошо. И когда я вставал из стола, то Радик Ахмединов видел это. Вы видели когда-нибудь глаза Радика Ахмединова, который вот принимает решение? И я их видел тогда. Когда мы на середине пути между моим столом и столом президента встретились, и когда я вот так вот уткнулся на Радика и увидел его вот эти глаза, я понял, что мне ему бесполезно объяснять, что мне понравилась идея. Мне бесполезно ему объяснять, что он мне понравился. Что мне понравился президент, его окружение, топ-лидеры. И я развернулся и пошел обратно. Вот представьте эту ситуацию, когда вы что-то хотите сделать, у вас не получается, какая-то стена. И в тот момент, в тот момент во мне созрело решение. Когда я шел к своему столу, я, знаете, о чем думал? Я думаю, я буду так работать на эту компанию. Я буду так работать на господина Василенко. Я буду так Радику Ахмединову показывать, что я тоже могу. Что мы когда-нибудь все равно пожмем друг другу руки. Радик, огромное тебе спасибо, что ты мне в очередной раз был моим катализатором для принятия решения. Поэтому, Радик, огромное тебе спасибо. Ты повлиял на то, что я сейчас здесь стою на этой сцене и могу вот с вами, друзья, поделиться вот тем, что я сказал. И прошло меньше года, я работал, я принял решение, все, я пахал. Прошло меньше года, я попал в топ-20. Я поехал с нашим уважаемым президентом в Бразилию. Вот там я ему руку и пожал. И мы не то, что с ним даже руку пожали. Мы и поговорили, и познакомились, и начали развивать вот эти отношения. Вот тогда, когда я шел от Радика к своему столу, я себе сказал, я буду с ними, потому что мне больше не с кем быть. Нету в моем окружении таких людей, нету. И я не хочу быть без них, я хочу быть с ними и точка. И сейчас прошло короткое количество времени, когда я сказал, что я хочу с ними быть. Жизнь так создала условия, что я сейчас работаю напрямую с президентом. Он мой руководитель. Жизнь так создала условия, что я принимаю участие во всех мероприятиях компании. Я работаю как сертифицированный бизнес-тренер. И с удовольствием, когда компания мне говорит, что надо, Андрей, вот это сделать, вот здесь помочь. Я с удовольствием это делаю, потому что я тогда принял решение работать во благо этой компании, во благо этих людей. Потому что я знаю один жизненный принцип. Когда ты на 100% отдаешь что-то, когда ты всем своим нутром готов что-то людям отдать, тебе это вернется. Я хотел поблагодарить свою команду. Она у нас небольшая, но она очень мощная и эффективная. Приведу пример. Простой один пример про эффективность. То есть когда-то я просто занялся вопросом, беру со всех лидеров примеры. Вот у нас, как уже говорили, Евгений Чичук, он очень хороший аналитик, я проанализировал. И как-то в одном месяце я посмотрел, мы сделали объем больше 30 тысяч единиц вот этой маленькой команды. 30 тысяч единиц. Представляете, всего лишь работают 15 человек. И это было 10% от всего объема компании. То есть маленькая команда делает 10% от всего объема компании. И для меня это очень круто. И поэтому, любимая моя команда, любимые мои люди, с которыми мы работаем бок о бок каждый день. Вот низкий вам поклон. Огромное спасибо, что вы настоящие профи. И это делает наша IBA Академия. Я очень рад, что один из представителей таких вот мощных мировых бизнес-тренеров находится здесь. Андреас Винс, вам тоже огромное спасибо. Вы тоже внесли в мою жизнь очень многое. Роман Викторович Василенко и его лидеры во мне укрепили на всю жизнь. Я себе зарубил это все на носу до конца своей жизни. Золотые правила. Запомните вот это вот название. Золотые правила. Я в конце еще к ним вернусь. Что значит золотые правила? Они мне вот просто доказали. Во мне это было. Но они помогли мне это все укрепить. Золотые правила какие? Не говори никогда плохо за спиной людей. Чтобы они не говорили плохо о тебе никогда. Помогай людям. И люди будут помогать тебе. Будь щедр к людям. И люди будут щедры к тебе. Люби людей. Люди будут любить тебя. И так далее, и так далее, и так далее. Если вы каждый день будете осознанно выполнять вот эти правила. Помогать людям. Не навредить. Не обидеть. У нас будет самая мощная компания. Мы будем самые лучшие в мире. Потому что компанию делают люди. А если люди выполняют эти золотые правила, это самые качественные люди в мире. Дорогие друзья. Уважаемые дамы и господа. Я вам желаю здоровья. Каждый день соблюдать вот эти вот золотые правила. И любить нашу прекрасную, единственную жизнь. Почему? Потому что она будет вас прекрасно любить тоже. Спасибо вам огромное. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok